Приазовский заказник, где охраняются разнообразные виды водоплавающей птицы, это один из интереснейших заказников Краснодарского края. Дата его основания считается 1958 год, когда на площади в 45 тысяч гектаров в Славянском районе под него отвели земли к югу от устья реки Протока. Заказник был создан с целью сохранения водоплавающих птиц, кабана и андатры, а также плавнево-лиманных ландшафтов Приазовья. Этот статус нужен для сохранения и разумного использования угодий на местном, региональном и национальном уровнях. Действительно, биологическое разнообразие этой группы животных, птиц, весьма значительное, весьма. Оно достигает 250 видов. Это вполне себе, так сказать, уровень, весьма приличный уровень. Скорее всего, что видов больше, потому что в последнее время фиксируются виды, которые ранее здесь не встречались. Некоторые виды встречаются чаще, чем обычно. С лета 2019 года Приазовский заказник передан в ведение Кавказского государственного природного биосферного заповедника, благодаря чему он получил новые возможности для развития. За это время работа проделана большая во всех отношениях. В отношении соблюдения режима охраны составлены десятки, сотни протоколов, привлечены к ответственности нарушителей. Но самое главное, дано понять, что эта территория действительно охраняется. Второе, значит, в плане изучения мы достаточно тщательно подошли к этому вопросу. Особенно в вопросе изучения птиц и в вопросе изучения растительных сообществ. Вот в настоящий момент группа ботаников работает над изучением растительных сообществ. И орнитолог тут тоже будет изучать птиц на пролете. В честь 65-летия со дня образования заказника Приазовский в Доме культуры станицы Черноярковской в торжественной обстановке заместитель директора Кавказского заповедника по научной работе Николай Ескин и начальник отдела экологического просвещения Енина Рейнсон наградили инспекторов в области охраны окружающей среды, заказника, волонтеров-добровольцев, партнеров за добросовестный труд и большой вклад в сохранение природы. Постоянная работа по экологическому просвещению и воспитанию учащихся проводится с сотрудниками заповедника, и она дает свои положительные результаты. Без воспитания любви к природе, обучения и понимания, что такое природа, что такое приазовский заказник, чем он уникален и чем дорог и ценен, не будет никакого взрослого осознанного понимания, зачем нам нужно ценить природу. Именно поэтому ставки делаются, конечно, прежде всего на подрастающие поколения. Начиная с начальной школы, с средней классы, обязательно проводятся занятия, обязательно проводятся какие-то вовлекающие игры, какие-то конкурсы. Вот в прошлом году наши партнеры, благодаря нашим партнерам, удалось впервые, я думаю, в Славянском районе организовать орнитологический кружок. Вместе с сотрудниками Кавказского заповедника мы, проехав на катере, побывали на экскурсии в удивительных местах, где в переплетении различных проток и лиманов обитают самые разнообразные птицы. Жизнь здесь буквально кипит, но самое незабываемое впечатление производят лебеди, которых здесь очень много и они чувствуют себя прекрасно. Недаром в народе говорят, когда знаешь, то любишь, когда любишь, то защищаешь. Природное богатство приазовского заказника нуждается в очень бережном к нему отношении, и тогда эта жемчужина природы Кубани сохранит и приумножит свои богатства. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Продолжение следует...